Меркурий Один оборот он совершает почти за 59 земных суток Год на Меркурии получается равным 88 нашим дням Поэтому время от восхода до восхода получается очень долгим Около 6 наших месяцев Разница температур на ночной и дневной стороне планеты очень велика За долгий день температура на поверхности Меркурия поднимается до 430 градусов по Цельсию А ночью падает до минус 180 градусов На Меркурии очень слабое магнитное поле и практически нет атмосферы Если здесь раньше и были какие-то газы, то все они выкипели под воздействием жгучих солнечных лучей Поверхность Меркурия схожа с поверхностью Луны И покрыта кратерами Это следы падения больших камней из космоса Самый крупный кратер называется Калорис или Морезное Его диаметр составляет 1300 километров Метеорит, при ударе которого мог образоваться такой кратер Был величиной не менее 100 километров поперечни Сведения о Меркурии люди получили благодаря космическому аппарату Маринер-10 Астрономы смогли составить подробную карту поверхности планеты и определить ее состав У Меркурия оказалась очень плотная и большая металлическая еда Венера ближайший сосед Земли По размерам и массе Венера и Земля похожи, поэтому астрономы называют их сестрами Эта планета утром и вечером видна на небосклоне как очень яркая звезда Венера, названная в честь капризной прекрасной богини любви, действительно отличается от всех других планет Вокруг своей оси она вращается в противоположную сторону и делает это очень медленно Планету покрывает плотный слой облаков, поэтому долгое время не удавалось исследовать ее поверхность Только с помощью радиолокаций, компьютеров и космических станций удалось пролить свет на облик нашей прекрасной соседки Атмосфера Венеры очень жаркая, сухая и плотная В облаках Венеры постоянно пушуют вихри и грозы Бледно-желтые облака этой планеты состоят из капелек серной кислоты Солнце с поверхности планеты видно почти так же, как и с Земли в облачный день Бледно-желтые облаках Венеры Так выглядит карта высот планеты и карта температур Ось у планеты расположена почти перпендикулярно орбите, поэтому там нет смены времен года Год на Венере длится около двух третий земного, а сутки немного длиннее года Пустынная и безжизненная поверхность планеты покрыта сотнями тысяч вулканов, кратеров и гор В коре планеты есть трещины, которые напоминают паутину Равнины и плоскогорье покрывают огромные сгустки застывшей лавы диаметром до 25 километров Самая высокая точка Венеры, гора Максвелла, имеет высоту 12 километров По мнению геологов, на планете сравнительно недавно происходили активные тектонические процессы Венеры, гора Максвелла, имеет высоту 12 километров Земля, третья планета от Солнца Земля самая плотная из больших тел Солнечной системы На Земле существуют уникальные условия для углеродной жизни Температура на поверхности планеты позволяет воде оставаться в жидком виде А это необходимо для растений и животных Кроме этого, на Земле есть плотная атмосфера, пригодная для дыхания Из космоса она выглядит, как тонкая голубая кайма Воздух и вода – важнейшие факторы, благодаря которым смогла возникнуть жизнь Две трети поверхности Земли покрыты мировым океаном На суше много равнин и плоскогорых Единственный спутник Земли – Луна В 1969 году американская экспедиция на Аполлоне-11 высадилась на поверхность Луны Вся Луна покрыта горами, кратерами, морями затвердевшей лавы и слоями пыли С Земли эти неровности выглядят, как лунные пятна Атмосферы на Луне нет, поэтому нема над ней всегда черная и звездная Днем температура лунной поверхности поднимается значительно выше точки кипения воды Ночью здесь царят 150-ти градусные морозы Луна вращается так, что постоянно обращена к нашей планете одной и той же стороны Марс – это планета вдвое мировых На нашем небосклоне она выглядит, как яркая красно-оранжевая звезда Свое название Марс получил в честь римского бога войны Средняя температура на Марсе – минус 28 градусов Цельсия А климат его напоминает земную тундру На этой планете есть тонкий слой разреженной атмосферы Сила тяготения на Марсе слабее Земли Марс загадал ученым немало загадок И главное из них – есть ли на Марсе живые существа В 1877 году астрономы заметили на поверхности сеть ровных темных полос, которые напоминали каналы Ученые приводили их в доказательство того, что на Марсе есть разумные существа Но дальнейшие исследования показали, что эти каналы – ничто иное, как природные образования Мир Марса – это морозный и пыльный мир кратеров, вулканов и каньонов Это пустынные равнины, покрытые рыжими и коричневыми тюнами Продуваемые ветрами и усеянные зубчатыми скалами и каменными глыбами пустыни Красно-оранжевый цвет почве Марса придает соединение кремния и железа В атмосфере преобладает углекислый газ Когда-то на поверхности Марса была вода, но сейчас атмосферное давление слишком невелико и вода немедленно испаряется Вулканы и горы на Марсе – самые высокие во всей Солнечной системе Высота гигантской горы Олимп – 27 километров Вулканы и горы Олимп – 27 километров Вокруг Марса движутся два спутника – большие каменные глыбы Теймос и Фобос Диаметр Фобоса всего 23 километра Этот спутник совершает три оборота за сутки, обгоняя вращение планеты Поэтому он восходит там, где остальные светилы заходят Второй спутник – Деймос, еще меньше Его диаметра составляет всего 16 километров Спутники Марса не совсем круглые Возможно, это астероиды, захваченные притяжением Субтитры создавал DimaTorzok